С каким настроением на программу идете? Честно? Честно? Очень агрессивно. Что вас так разозлило? Я вот еду прямо со встречи, очередной встречи с людьми, которые страдают от взяточников, мерзавцев и подонков Луганской области. При этом ко мне идут толпами жаловаться и ни один не хочет помочь посадить подонков. Потому что нам еще здесь жить и работать. А от меня требуют посадок. Каким образом? Я не волшебник. Но я не могу сделать без фиксации взятки. Но это невозможно просто. Я человек абсолютно демократических взглядов. С каждым днем становлюсь все более ярким приверженцем жесточайшей диктатуры. Я уволил одного мерзавца, который минимум миллион гривен каждый год воровал с детского питания в школах. И он через суд восстановился. Голосование в городском совете Северодонецка. ОПО-блок в меньшинстве. Первое, второе, третье голосование по их представлению положительный результат. У них появляются дополнительно три голоса. Кто их дает? Юлия Владимировна, вам привет. Два ваших кандидата. Радикальный Олег. И вам привет. Ваш радикал тоже. Голосует вместе с ОПО-блоком. Такое происходит всюду. Места продаются сплошь и рядом. Дальше идет элементарный торг. Ты мне голосуешь за выделение делянки по лесу за вырубку. Я тебе голосую за то, чтобы твой человек продолжал дальше грабить ЖКХ. Вы были волонтером, а теперь вы губернатор. Теперь я волонтер. Только в другом месте. Получая зарплату 6,5 тысяч, это тяжело назвать не волонтерством. Но когда вы были эффективнее, тогда или сейчас? Тогда, потому что я был абсолютно свободен в принятии решений. Принимал их единолично. Сам за все отвечал. А сейчас я связан по рукам и ногам. Кто вас связывает? В первую очередь, законодательство. Во вторую очередь, бюрократическая система вообще, как таковая управление государством. Идет процесс демаркации границы с Россией. И строительство нормальной контрольно-следовой полосы, укреплений и тому подобное. И встает вопрос о том, что вдоль границы масса земли – это паи сельскохозяйственные. Когда встает вопрос о государственной безопасности, с моей точки зрения, рассуждать о чем-то пае – это нецелесообразно, как минимум. К сожалению, уже были такие случаи, насколько я знаю, в Харьковской области, когда фермеры просто распахивали КСП, потому что вот это мой паи, и я хочу тут садить что-то. Ему плевать на то, что это государственная граница. И нелепый закон на стороне этого фермера. В прошлую пятницу общественный деятель Олэйс Доний заявил, что на многих каналах существуют черные списки. У вас в минулой программе был Степан Илькович Хмар. Нагадаю, нашей аудитории – это политвязань радянского режима, диссидент. Степан Илькович Хмар мне сказал, что он сейчас в черных списках. Его сейчас не берут, потому что он критикует Порошенко. Мне про черные списки сказал Михаил Волинец, что он в черных списках, известный про спелковый деятель. Мне про черные списки, что он в черных списках, сказала даже Ольга Богомолець, хотя она сейчас належит до президентской силы, но там она находится в опозиции. Я находюсь в черных списках уже год. Я вам скажу, это 7 каналов, которые не пускают меня на свои эфиры. После чего? После того, как год назад, в эфире 5 канала, который есть президентский, да, належит президенту Порошенко. Я сказал, что Липецкая фабрика в России у Порошенко – это загроза национальной безопасности. После этого 7 каналов проведенных взяли меня в черный список. Такого не было за режимом Януковича. Я Януковича и Азара критиковал на олигархичных каналах. Сегодня Ольга Богомолец и Михаил Волинец в нашей студии. Я получил информацию более года назад, что я в черном списке. И многих это очень удивило, потому что я являлся членом Координационного совета Майдана. И был активным участником первого Майдана. Почему и кто занес, и кто давал команду из власти занести меня в черный список? Это вопрос. Что, боятся публичности? А может надо перестать воровать? Может надо помнить, что обещали на Майдане? Вы действительно в черных списках? А вы меня видели точно на одном центральном телеканале. Хочу я спросить вас. Может на пятом меня видели? Ну, только в час, скажем так, выборов, перегоней, когда нужна была реклама. Это происходит потому, что я пришла у владу не служить владею. Я пришла у владу изменю страну и служить украинскому народу. И если я говорю не то, что хочет чути манеральний прокурор, или наш уряд, или премьер-миністр, или даже президент, я говорю это не потому, что я хочу кому-то не шкодить. Я говорю это потому, что это мое сделать лучше моей стране и украинскому народу. С каким настроением идете? Ну, тема борьба с коррупцией. Хотелось бы заниматься чем-то другим, но не заниматься вопросом борьбы с коррупцией, и сегодня это значит спрятать голову в песок. От вас сегодня будут разоблачения? Да, у меня достаточно документов, есть что сказать. Есть у коррупции начало, нет у коррупции конца. Или это было про революцию? Начиная со 2 октября в нашей программе звучали обвинения в адрес Николая Мартыненко. Народный депутат, заместитель главы фракции Народный фронт, глава комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Обвинения звучали в основном от народного депутата Сергея Лещенко, от главного редактора издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой-Боровик и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вчера вечером, 3 декабря, мы записали интервью с Николаем Мартыненко, в котором он ответил на эти обвинения. Я считаю, что против меня ведется брудная информационная компания. Цель этой компании даже не я. В первую очередь это уряд и руководитель уряда. Меня выбрали как мишель. Кто это делает? Я сейчас проводу собственное расследование с этого вопроса. Когда я проведу полное расследование, я четко покажу, кто это сделал. До чего причетны олігархи, которые живут на российском бизнесе. И они идут наступным шляхом. Ихняя первая цель – дестабилизировать политическую ситуацию в Украине. Отправить отставку уряда Яценюка. После этого коалиции создать невозможно. После этого будут достроковые парламентские выборы. И таким способом сделать свой влияние в будущем парламенте. Вы говорите, что этот удар против вас, но реально он против премьер-министра. А премьер-министр также думает, как вы, что это удар против него? Вы лучше спросите у премьер-министра, что он думает по этому вопросу. У меня с ним подвертые отношения. И в неделю, когда мы уже встретились, он согласился с моей аргументацией, что касается отставки с депутатства. Я бы хотел обсудить интервью Николая Мартынинка. И начну я, конечно, с моего коллеги. Александра Мартынинка, вы же не родственники. Не-не-не. Не братья, не сестры. У нас много Мартынинков. Ну, не так много, как хотелось бы. Николай Владимирович очень неглупый человек, поверьте мне. Я его действительно, хоть и не мои родственники, но я его давно знаю. Так вот, все схемы, которые проводятся, бизнес-схемы, которые реализуются в Украине, они очень давно уже никто не подставляется просто так, что можно прийти, знаете, взять документы, потом выйти в парламент и сказать, ну вот, видите, вот фамилия, вот подпись, вот, значит, и все ясно. Нет. Офшорные схемы ни мы придумали, ни вчера, ни в Украине. И они созданы именно для того, чтобы скрывать реального выгодополучателя. Как вы знаете, международные расследования, которые проходят по вот этим, по таким случаям, они идут годами. Я с ним працював в парламенте, в комитете спаловоэнергетики. Я хочу сказать, что это отвертый лоббист. Он не працював в голове комитета, он працював где-то в других кабинетах. Но час от часа заявлялся на заседание, с какими законопроектами, незрозумяло, кто их писал. Это были какие-то зеленые тарифы, где грабывались и другие направления энергетики. Або там другие какие-то схемы. Он постоянно был участником. А если забыли мы 2005 год любых друзей Ющенко, Микола Мартиненко один из них. Не нужно это забывать. И тогда он был причем так же своими действиями до развалу демократичной коалиции. Сейчас происходит то же самое. Я вижу, что недостаточно будет времени, чтобы это показать. Я вижу, что в ближайшее время я должен организовать запросы в прокуратуру, в СБУ, в Министерство внутренних дел. И мы это делали раньше. Очевидно, представителям независимого профсоюза необходимо опять более активно работать с отдельными депутатами Верховного Совета, которые не боятся бороться с коррупцией, которые коррупционерам смотрят в глаза и говорят, что ты украл. И ты должен пойти в отставку. Когда я был министром охорони здоровья, я верю, что после Майдана, что новые политики, новая система влады, и не будет никаких колуарных договорностей, игр, лоббивания политических и бизнес-интересов. На наступный день после моего призначения Арсений Петрович презентовал мне пана Мартиненко как человек, который поможет мне формировать команду Министерства охороны здоровья как хорошего такого политика, который много знает, и в охороне здоровья в том числе. Когда вас отстранялись поста, то премьер-министр достаточно жестко сказал, что за полный провал и коррупцию в Минздраве. Ну, теперь все понимают, что главный коррупционер на злодию шапка горит, на тех, кто боролся реально с коррупцией. Поэтому я про это буду сегодня, наверное, так же и говорить, если будет возможность. Не встиг я зорієнтуватися, как был поставленный первый заступник, такий пан Салютин. И есть также бизнес-партнером не самого Мартиненко, а Сергея Мартиненко, который братом. И Министерство охороны здоровья было отдано в мою каденцию министром на курование, или, как тогда было модно говорить, с матерящим. Был именно пан Мартиненко, который пытался впливать, в том числе и на государственные закупления, и на те коррупционные схемы, которые были в Министерстве охороны здоровья. И после моей категоричной отмоги от данных коррупционных схем и отмоги брать участие в любых колуарных договорностях, вы знаете, началась системная дискредитация, где были дотичные, в том числе и оточенные пана Яценюка. Вы успели сказать, что хотели? Не, на жаль, не встиг сказать, я не встиг сказать и обратиться еще с одним очень важным таким меседжем щодо Арсенія Петровича Яценюка. Мы получили ответ от Генеральной прокуратуры, они получили ответ от того, что открыто коммунальное проведение за заяву народного депутата Скосаря, минулого скликанье, про то, что он заплатил 6 миллионов долларов через Мартиненко Яценюку за прохидное место в списке и до Верховной Ради 12-го року. И 5 месяцев уже триваю расследование, а его ввезли не там, и Генеральная прокуратура ничего не сделала и не показала ничего. Единственное, что номер этого проведения 1280-го, а остальные цифры, оно открыто, хотя бы криминальное проведение за фактом хабарничества безусловно пана Мартиненко и пана Яценюка. Давайте не упрощать. Если кто-то думает, что уберут Арсенея Петровича с поста премьер-министра или проведут перевыборы и у нас не будут коррупции, это иллюзия. Все, кто сегодня выступал за перевыборы, половина из них либо их партии не представлены в парламенте, фракциями, и они хотят, как свобода, войти в парламент, либо хотят, как Батьковщину, увеличить свое представительство в парламенте. То есть есть эгоистичный партийный интерес, а не проблема борьбы с коррупцией. Все, кто критиковал Яценюка и Мартыненко, у всех этих партий критиковали их лидеров, их представителей за коррупцию. Або мне это все належно уявляйте, який бы я был богатый, да? А вы бедный? Я не богатый. Вы не богатый человек? Не богатый, нет. И вы не олигарх? Звичайно, нет. Николай Мартыненко олигарх или нет? Я считаю, что Микола Мартыненко, если взял себе за цель довести через судовые органы, через расследование свою правоту, он должен использовать все возможности и механизмы. Это его знака демократии. На ваш взгляд, ну ладно, это вы не ответите. Нет, я отвечу. А почему вы так думаете? А ну попробуй. Хорошо. Николай Мартыненко олигарх или нет? Есть формальный признак олигарх. Не все, кстати говоря, потому что медиа у него, да, тоже говорят формальный признак олигархии, владельства медиа у него, по-моему, нету, насколько я знаю. А два других политическое влияние и причастность к бизнесу есть. А спортивный клуб еще нужен, чтобы быть настоящим олигархом? Ну это по-украински. Это не настоящий олигарх. Настоящий олигарх может не иметь спортивного клуба. А украинский олигарх, да, у нас так принято. И я хочу подякувать волонтерам, которые в первые часы дни и месяцы войны, когда было найважче, выделяли остальное. И без этого внеска мы бы все равно победили. Но было бы набагато тяжело. Деколи любят с контекстом вырвать певные фразы и перефразовывать по всему. Но я сам был волонтером перед тем, как он пошел в зону АТО. И им нужно выдать належно. Это не просто вдячность, а низкий уклин, что подчас отсутствия належного силового обеспечения они взяли на себе великую ношу державы. Вы были пресс-секретарем президента Кучмы. Вот как пресс-секретарь. Скажите, это была оговорка? Может быть такая оговорка у президента? Или это текст, который у него был написан? Я думаю, может быть оговорка. Я очень сомневаюсь, что такой текст был написан. Насколько я видел эту картинку, он действительно говорил от себя. И бывают оговорки, бывают то, что изменилось очень хорошо. Для того, чтобы прекратить любые инсинуации, хочу наголосить, без волонтеров, без всего украинского народа, наша перемога была бы неможливою. Низкий уклин и велика шана всему волонтерскому руху. И извините, до речи, за вырванные из контекста слова, которые помогали распространять в социальных мережах. Когда человек говорит, он не всегда может оценить реакцию, допустим, оттенки его слов. Поэтому логично, если бы после такого выступления к нему подходит кто-то пресс-секретарь, или кто-то говорит, говорит, ну там немножко неудобно получилось, неудачный оборот. Вот надо прояснить, для того, чтобы это вот как-то расставить точки над «и». У меня такое было, ну по-разному бывало. Иногда извинялись, иногда было принято решение, да ладно, проехали, типа в следующий раз поясним. Нам часто пишут, сколько можно слушать политиков-популистов, когда в студии появятся люди-дела. Сегодня волонтеры Украины, тема «Шустрый лайв». Почему решили заняться волонтерской деятельностью? Наверное, не было выбора. Я сам беженец из Абхазии, у меня уже один раз в своей жизни была такая ситуация в 12 лет, когда я вынужден был вместе с семьей покинуть все в один день. И участниками этого всего были такие же зеленые человечки, которые появились в Крыму. Я же сам из города Николаева, это буквально в 150 километрах от границы с Крымом, и когда это все произошло в Крыму, то у меня в жизни наступила ситуация, когда второй раз в жизни, когда я уже многого добился, у меня есть там семья, свои дети, свое имущество и так далее, может произойти такая же ситуация, которая была там 25 лет назад. Поэтому для себя принял решение, что я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы не допустить этого. Очень страшно на самом деле видеть бабушку, которая получает 1700 гривен и 50 гривен отдает за помогу ребятам. Понимаете? И после этого я понял, что Министерство обороны, извиняюсь за жение, просирает миллиарды в это время. И я принял решение, что нужно прийти в Министерство обороны и сказать им в лицо о том, что они такие мудаки, которые просрали величайшую возможность 5-6-5, которые люди отправляли, они просто, люди понимают, на самом деле эти деньги не украли, я в конце разобрался, но они сделали это настолько запутанным процессом, настолько бюрократическим, что все люди просто не понимают, куда делись эти деньги. Как вы начали заниматься волонтерской деятельностью? Я покинула свой город, приехала в Киев, я уехала из Донецка, и когда я приехала, Киев был совершенно незнакомым, я была несколько дезориентирована, не знала, чем себя занять, и я нашла способ помоги себе, помогая другим. Сначала это было просто волонтерство, потом, прошло 3 месяца, я увидела, что в государстве ничего не делается, нужны системные изменения, поэтому я пошла дальше, я никогда не занималась общественной деятельностью, но я вынудила, под действием этих обстоятельств, я была вынуждена создать общественную организацию и подсказывать заниматься теми вопросами, которыми должны заниматься чиновники. Когда я уезжала, я слушала выступление Яценюка по телевизору, и он сказал, ребята, мы сейчас двухдневный срок сделаем базу данных по жилью, мы сделаем базу данных по трудоустройству, мы сделаем, управляем эмиграцию, мы создадим реестр, и я внутри поаплодировала, сказала, ребята знают, что делать, они понимают проблемы, они понимают, что ключевое для тех людей, которые уедут, все, я могу отдыхать и заниматься тем, чем можно. И через три месяца я услышала выступление по телевизору того же самого Яценюка, и обнаружилось, что они не знают, как создавать реестр, они не понимают, как сделать единую базу жилья, они вообще ничего не понимают, им нужны деньги и ресурсы. Вы встречались с президентом или премьер-министром? Нет, ни президент, ни премьер-министр не изъявили желание встретиться, хотя с Кабмином мы просили встречу, просили официально, просили как организация, которая не на словах, а на деле представляет десятки тысяч переселенцев, и у нас есть верительные грамоты на представление интересов от этих людей, и хотели обсудить закон о защите права и свобод, который не выполняется. Нам позвонили из Кабминета министров и сказали, что у нас слишком большой спектр вопросов, поэтому встреча не состоится. Если бы эта встреча состоялась, главный вопрос, какой бы вы задали? Это был бы не вопрос, это было бы пожелание принять и помочь нам реализовать то, что мы хотим. Мы не хотим, чтобы они делали что-то. Мы готовы делать, мы готовы рассказывать, как, мы готовы следить за тем, чтобы это исполнялось своими усилиями, и, в принципе, готовы их информировать о том, насколько эффективна идет работа в этом направлении, и готовы подключать собственные ресурсы для того, чтобы эта работа велась. Единственное, что нам нужно, это их молчаливое согласие. Волонтеры, особенно в нашей стране, мы не просто критикуем на публіку, для шоу, для пиару. У нас есть одна мета. У нас есть мета врятовать тех парков, которые воюют за наш мир, за нашу безопасность. И, соответственно, когда мы критикуем, мы сразу даем определенное решение, проблемы, с которой стикается влада. Мы пришли совсем с другой сферы, мы пришли с бизнеса, мы пришли с сферы, где все рухается швидко, где решения принимаются швидко, где нужно думать системно, и где нужно действовать для результатов. Відповедно, мы то же самое предлагаем владею. Система ПИЛЬ, которая прописывалась под ветеранами войны в нашем законе про статус ветеранов войны гарантии социального защиту, эта система прописывалась после Второй войны. Потом, то, что изменилось после Афганистана. Косметичный такой ремонт эта система знала после того, как наши парни брали участь в миротворческих операциях на территории других стран. Но все, эта система недостаточна, она потребует изменений, потому что ничего не дратит бойца больше, чем пустые обещания. Вы общались с президентом или премьер-министром? На жаль, я особо не мала такой нагоди, но за любви вы бы общались с премьер-министром. Какой бы вопрос вы ему задали? У него был очень интересный протокол на Раду 20 жовтня 2015 где 19 пунктов для обеспечения участников АТО. Вот по каждому из них я бы хотела пройтись. В какой-то момент я сидел дома, я понял, что я не делаю работу, не помогаю никак фронту, я просто туплю в новости. И я решил, что если я не буду читать новости, я буду часть своих денег отдавать просто на армию, мне это будет и совесть чистая, что это буду реально делать. Я решил 10 тысяч гривен со своего кармана пожертвовать на армию. Потом написал про это в фейсбуке, потом начал закупать какие-то первые вещи, подключились друзья, потом я стал обзванивать свою книжку, на тот момент в ней было порядка тысячи человек. Не так собрал первые сто тысяч, потом подключилась уже пресса, и деньги стало собирать легче. он заработал хорошо фейсбуке. Наш конд занимается в первую очередь технологиями, мужевойной технологией, сколько можно бесконечно бороться, но если вы ночью ничего не видите, вас подойдут и убьют. Сколько бы сникерсов не лежало у вас в кармане, и сколько бы детских писем не лежало у вашей каске, хотя мы передаем детские письма. Понимаете? У нас идет война технологий, и мы должны воевать. Это все, скажем так, почему государство этим не занимается? Алла Борисенко, Всеукраинский центр поиска. Самое страшное было, когда был Иловайск. Когда мы выходили, понимаете, уже прощались с жизнью, и прощались с жизнью не раз, ты понимаешь, ну, або ты выйдешь, або ты не выйдешь, но вместе с тем ты пытался запомнить, кто где впал, какая машина где подорвалась, хотя ты не надеялся на то, что ты выйдешь живым из этого котла. Сутками приймали телефонные звонки, их ишло до 800 звонков у нас приходило в день, и нужно было створить базу по закону Украины, не только Украины, мы не имели права иметь таких данных. Упис люди от, можно сказать, от зубов, от кончиков волосся и до кончиков нехтин. Створили где татуирование и какого года рода, где кем призывался, когда призывался, какой частью, кто из добровольцев. На данный момент в этой базе находится вместе с добровольцами, с мирным населением более 5000 человек. мы получили совершенно потрясающий человеческий ресурс. Добровольцы, которые пришли к нам, это люди, которые в состоянии обеспечить глаза, уши армии на линии фронта. Нам удалось это сделать в двух секторах на сегодняшний момент. Два сектора, это какая? 220 километров. Когда я спустился в поле, увидел, лежал боец. Ну, в ватных валенках, в ватных штанах и ватной куртке. Я думаю, наверное, ватник. Перевернули его, у него был перелом таза, два ранения на ногу и одна в руку. Вот, он не мог говорить, потому что он 4 дня лежал в поле. Когда мне его укололи обезболивающие, он пришел в себя, сказал, что с 24 бригады, Олег. Я потом узнал, ну, мы их привезли в госпиталь, все, живы, здоровы, слава Богу. А потом я узнал, что Олег уже 4-ые сутки был в списках пропавшей без вести. То, что я хочу сказать, вот эта недбанность и халатность нашего военных, что не думая ни за одного солдата, бойца, который защищает Украину, как будто это так и надо. У нас на сегодняшний день в стране еще не опознали несколько сотен тупо, порядка 719 тел, которые до сих пор не идентифицированы. Это огромная, страшная цифра, которая непозволительна в наше время. В наш 21 век это ненормально. Около двух лет длится эта война и до сих пор не создан центральный орган, который бы за это все отвечал, за весь комплекс этих поисковых следственных идентификационных работ. Вы верите, что государство услышит волонтеров? Нет. Что будете делать? Дальше работать. Надеюсь, что услышат, но мало верится, потому что волонтеры не только на этой передаче на всю страну кричали, что надо помощь. Это с первых дней, когда президент 20 июля приехал в зону АТО в Изюм штаб, я ему предложил, что давайте сделаем депутатский батальон, назовите его как хотите и пускай на каждом блокпосту по 10 депутатов будут и у бойцов появится все, и танки, и БТР, и приборы ночного видения, и связь. Так что я надеюсь, что государство все-таки услышит нас и сделает правильные решения не для своего кармана, а кармана государства. Власть услышит волонтеров? Я в это очень верю и надеюсь на это. если честно, не верю. Я столько раз уже встречался, столько раз проводил уже, участвовал в нарадах и аналогичных мероприятиях, но, к сожалению, там идет другая игра, там идет... Пока у нас не будет принята в государстве система ответственности за конечный результат, понимаете, у нас идет мерило следующее, ты делаешь движение, то есть происходит что-то, или делаешь видимость какого-то движения, и это считается каким-то мерилом результата работы. Пока мы не будем оценивать результат работы по конкретному, поставленной цели, вот ничего не произойдет. Мне кажется, что власть нас уже услышит, но, к сожалению, нас слышит в очень мелких вопросах. То есть максимум, на что мы сейчас способны, это в информационном поле продавливать какие-то отдельно взятые законы или решения. Вы верите, что государство услышит волонтеров? Сподеваюсь на новое государство. А волонтеры справятся без государства? Так. Я думаю, что, ну, мы не заважались хотя бы, но если будет такая спорта, то будет все доброе. У нас в студии народный артист Украины Оксана Белозир. Оксана, волонтер-переговорщик по поиску обмяну пленных. Вы лично обменяли более 300 пленных. Ирина Белозир. 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 Ирина Белозир, президент Ирина Белозир. Ирина Белозир. Правда, на початку обмінів взагалі наших не було ЗМІ, майже не було ніяких камер. А з їхнього боку, якщо ви памятаєте, там могли бути по 20-30 камер, причому були камери самих топових ЗМІ світу. Також це була велика психологічна атака, в тому числі на наших бійців військовополонених, тому, що я заходила в автобус і я бачила, ну, по-перше, таких, знаєте, очень пригнеченных, подкошенных людей, которые перейшли через психологическую обработку. И я понимала, что они сейчас выйдут, и камеры их такими снимут. Я заходила в автобус, я представляла, что это я, и я говорила, что вы герои, а им постоянно говорили, что вы зрадники, вас бьют, вы потрапили в полон, и вас там дома чекают какие-то неприятные вещи, и конфискуют все, и семья будет страдать. И они действительно были очень подавлены, и это было видно по них. Я заходила, я говорю, что это я, и я хочу вам сказать, что вы справедливые герои, я говорю, что Украина вас чекает, как героев. Не имеет значения, как вы потрапили в полон. Вы потрапили в полон уже только потому, что вы были на передовом. И поэтому я схилляю перед вами голову и буду счастлива. Кожного вас обняти, и помните, что вы сейчас выйдете, и будет море камер. Я хочу, чтобы вы подняли очи, чтобы вы расправили плечи и гордо вышли, потому что за вами вся Украина. Я вижу, как они меняются прямо на ходу, как они оживаются, думают, что неужели, неужели это правда? И они действительно выходят, и этих 30 камер, знаете, в очи тебе пялятся, но они уже были морально готовы, что так с ними будет. И они, так тяжело было, но они пытались себе, так знаете, оця нотка патріотизма и какой-то такой гордости уже с первых хвилин они проявляли, и это было очень сгурошливо. Так сталося, что я поехала до Львова, это было лето, и я так еду машиною, и меня вразила молодая, красивая девчина. Мне казалось, что она еще, напевно, не могла бы быть в шлюбе. Она была красивая, молодая струнка, одянута в черную суконку и на руках держала маленькая дитинка три месяца, где-то два-три месяца немовлятка, которая была так же черную связочку на голове. И я поняла, что это молодая вдова, вдова воина, которая погибла на войне. И я позвонила к Петру, говорю, Петру, мы должны обязательно заспевать песню и оставить в истории этой войны на Донбассе тех женщин, чья доля была сломана жорстоко и несправедливо, чьи діти не будут мать своего дата. Стоять заплакані сади, скидають листь на руїни. Он остался молодым солдат из мирной страны, застеглим поглядом кресть сад, мол, белый птах до неба лив, душею светлою солдат Такой мирной страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будем голосовать в прямом эфире на телеканале 3С. Итак, было 69, очень высокий показатель надежды, 16, 15, стало 86. Вначале, с какой эмоцией вы к нам приехали? Ну, я приехала прямо, скажем, ну, с нейтральной эмоцией. Когда подошла уже передача к концу и спели эту песню, эмоции перешли все границы. Вот, патриотический дух просто поднялся выше той планки, которая у меня была. Вот. Ну, уезжаете с надеждой? Я уезжаю с надеждой. Я голосовал, что все плохо и не вижу смысла вообще жизни. И вообще, ну, вот третья позиция. Самая печальная. А уезжаете? С верой. С верой, с верой. Что на вас повлияло? Ну, наверное, последняя песня Оксаны. Ну, и вообще, вторая часть программы была такая вот. Нормальная. То есть, ну, я верю в людей. Впервые за все то время, что мы задаем вопрос, с какой эмоцией вы приехали, с какой уезжаете, вот такая колоссальная разница, настолько сильно люди стали больше надеяться. С чем вы это связываете? Почему так? Ну, я, конечно, связываю с волонтерами. И даже очевидно, потому что часто молодые лица, всегда светлые лица, всегда такая большая внутренняя энергия, то, что называется драйвом. Мы всегда, как бы, вот, мы привыкли к тому, что приходят к нам в программу политики, провозглашают всякие лозунги, обещания, и в итоге люди реально ничего не видят вокруг себя. Вот, ничего не меняется. Мы обсуждаем все время коррупцию, коррупцию, коррупция становится все больше. А тут люди внезапно видят, ну, они как бы знают, но я думаю, что вот в таком количестве собранных волонтеров из самых разных сфер они никогда не видели. И вот они слышат, через что люди прошли, и главное, через что они еще готовы идти. И это, конечно, вселяет надежду в завтрашний день. У вас тоже? Да, да, в меня тоже, конечно.